Творческая личность Творческая личность всегда остается творческой. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С», с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня человек, который точно знает, что такое ГМК-62 и расскажет нам об этом. Евгения Борисовна Мищенко, здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна. Евгения Борисовна, ну вот читала я сегодня много про такое веяние, не знаю, молодежное объединение, да, вот это самое ГМК-62. Но давайте, чтобы и мне было более понятно, и нашим телезрителям было более понятно, что это такое, что это за организация официальная, она неофициальная. И дальше перейдем к тому, чего хорошего она для нашего города сделала. Ну, что ж, вопрос действительно интересный. И многие, наверное, самарцы спрашивают себя нас, что же такое ГМК-62. Итак, 2017 год. В этом году исполняется 55 лет, то есть это такие вот двойные отличники с момента образования действительно такого молодежного, я бы назвала, и они сами говорят, движения. Городской молодежный клуб 62. Именно 55 лет назад творческие, талантливые, молодые студенты, такая вот, так скажем, творческая интеллигенция, хотя в основном это были технические люди, инженеры технических, студенты технических вузов, объединились вот в такой клуб, в котором были представлены очень многие направления. Это был и джаз. Для того времени, 62-й год, в общем-то, явление, ну, достаточно передовое, авангардное, интересное. Это был фотоклуб, тоже очень интересное явление, тогда только начали увлекаться так массовым этим искусством. Это, конечно, живопись, то есть клуб художников, выставки работ молодых художников, это тоже ГМК-62. Это дискуссионный клуб по разным самым актуальным вопросам жизни молодежи, который, кстати, вот, в котором активно работал наш экс-губернатор Константин Алексеевич Титов, это тоже его, вот так скажем, детище. Это большое количество мероприятий, встреч с интересными людьми. Это очень знаковые для региона и города события, которые уже стали нашей традицией. Ну, вот если так вот начинать подробно рассказывать, ну, это, конечно, то, что нам рассказывали наши вот старейшины, совершенно уважаемые, потрясающие люди, организаторы этого клуба, с кем мы общаемся, с кем мы плотно очень работаем. Это удивительно молодые, несмотря на, в общем-то, уже большой возраст, молодые, активные, умные, творческие, потрясающие люди. Ну, вот могу только назвать Игорь Сергеевич Ивощинин, потрясающий человек. Это историк джаза, это организатор многих джазовых фестивалей в Самаре. Он знает все про джаз, не только в Самаре, в Куйбышеве, но и в России. Конечно, если мы будем говорить про тех организаторов, кого уже и нет с нами, Артур Щербак, да, конечно, это Исай Фишгоид, те, кто основал прям вот этот клуб, их уже нет с нами. Но вот если мы, опять же, вернемся к событиям, Грушинский фестиваль. Это же как раз, по-моему, Щербак, да, занимался Грушинским фестивалем. Это изначально, вот ГМК провел в начале 60-х несколько фестивалей самодеятельной песни, а уже потом, вот уже в конце 60-х, после трагических событий с Валерием Грушиным, уже это все как вот перенеслось на Мустрюковские озера и пошло дальше. То есть, опять же, вот такой вот, так скажем, первый, ну не толчок, а какую-то основу тоже дал наш ГМК-62. Это фестиваль Кабалевского. Конечно, то, что является брендом сегодня Самарского региона в академическом исполнительстве, это фестиваль проходит, конкурс фестиваля молодых музыкантов, он проводится раз в два года, на него приезжают уже не только российские музыканты, но и Европа, и Азия приезжает, конечно, и страны СНГ. Это уже большое музыкальное явление в культурной жизни России. И это, опять же, ГМК-62. А все начиналось достаточно просто. Вот поехали в Москву, познакомились с Кабалевским, переговорили, решили, что должно быть хорошее большое имя. А если мы, опять же, говорим о Дмитрии Борисовиче Кабалевском, это потрясающий композитор, народный артист СССР, лауреат Госпремии, ну, очень большая величина, так скажем, в музыкальном мире Советского Союза. Человек, который разработал систему музыкального образования для детей. Вот я сама, например, помню, училась по системе Кабалевского, три кита, как мы это все проходили. Его замечательные песни, если мы вспомним «Наш край, то березка, то рябина, куст ракита над рекой край, родной, навек любимый, где найдешь еще такой». Думаю, тоже все пели. И мы пели, и наши дети поют, и в музыкальных, и в общеобразовательных школах. Вот этот человек, он приехал сюда, и он именно стал лицом, вот главной фигурой этого творческого состязания. И если вспоминать, опять же, кто стал первыми победителями. Наталья Дмитриевна Файн, наш прекрасный музыкант, заслуженный работник культуры, сейчас она доцент Института культуры нашего Самарского. Это и ее супруг Григорий Анисович Файн, в то время он еще был либо школьником, либо студентом из Нижнего Новгорода, приезжал сюда в Куйбышев и тоже завоевал первые премии. То есть вот такие вот личности. Ольга Иванова, да, ну вот и Наталья Дмитриевна, и Ольга Дмитриевна, они сестры в девичестве Шаталовой, дочери нашего потрясающего тоже музыканта, директора музыкального училища Дмитрия Георгиевича Шаталова. То есть вот такая вот, знаете, когорта совершенно удивительных, интересных событий, переплетений, традиций, поколений. Ну, действительно, вот это конкурс Кабалевского, если об этом говорить, это долго могу говорить. Почему вот так вот широко мы никогда не знали о том, что вот все эти события и конкурсы, да, и фестивали, это вот рук дело вот этих самых людей? Они в какой-то момент перестали существовать как объединение, и если да, то когда это произошло? И почему так случилось, раз так все было здорово и такую большую работу они проводили? Ну, на самом деле, я могу ошибаться, скорее всего, они сами, наверное, это тоже больше понимают. Все-таки не так часто бывает, чтобы много талантливых, молодых, одержимых в хорошем смысле одной идеи людей собрались в одном месте в одно время. Ну, так не часто бывает. И пока они были вот юны, такие полны задора. Пока времени свободно было. Пока времени, пока может быть семьи еще не было как-то, у них действительно все получалось. Это был официальный клуб, который имел вполне такую официальную поддержку горкома в ЛКСМ. То есть это все было под эгидой комсомола и партии. Иногда им, конечно, доставалось. За то, что они слишком смелы, за то, что они отходят немножечко, может быть, в сторону от основной идеологической линии. Но в целом это все было официальное совершеннодвижение. И это тоже удивительно для этого времени. В общем-то, редкие случаи, уникальные явления в общественно-политической, в культурной, наверное, жизни страны, когда такое неформальное объединение поддерживается официальными органами власти и идеологией, так скажем. В некоторых статьях прочитала, что это называли кубишевским феноменом, да, вот этот ГМК-62. Именно так. Почему феномен, да, давайте об этом поговорим. И насколько это, может ли такое повториться, может быть, сейчас, или это все уже будет, ну, там, прям такой повтор, нежели какое-то возобновление вот того движения, которое было. Ну, действительно, феномен. Почему? Потому что повторений пока нет этому. А повторится ли, ну, тогда, когда появится группа, наверное, инициативных, талантливых, творческих людей, которых не надо, так скажем, ну, не то что заставлять или призывать к чему-то. Они сами, они же сами этого хотели. Они сами объединились, они сами пошли к власти, они предложили свои идеи. Тем более идеи, знаете, вот тоже вернусь, так скажем, 50 лет назад. Именно в этом году, 50 лет назад, опять же, опять ГМК-62 и Владимир Усоцкий. Для нас, для города, это тоже такой знаковый человек. Не зря у нас два памятника стоят в городе этому поэту, актеру, композитору, музыканту, исполнителю. Опять же, ГМК-62. Ну, как же мы так не знаем о том, что вот мы знаем все, что приезжал к нам Высоцкий, что был большой концерт, как все его ждали, как эти толпы людей. Вот всю эту историю мы знаем, а что его, оказывается, привез ГМК-62, никто не знает. Как эта информация затерялась-то? Я думаю, что это, наверное, скромные достаточно люди, просто они себя не выпячивали уже вот в более последующие какие-то периоды. Ну, работали они и работали. Они все, в общем-то, очень состоявшиеся люди стали. И врачи, и педагоги, и политики, и общественные деятели. Это очень уважаемые и весомые люди. Им, может быть, уже и не нужно было еще раз о себе говорить. Какое-то признание. А Высоцкий действительно, говорю, 50 лет назад, май месяц, вот именно ГМК-62, Артур Щербак съездил в Москву в театр к Юрию Любимову, поговорил с ним, договорился, что может приехать сюда в Куйбышев юный, еще молодой автор, исполнитель, актер Владимир Семенович Высоцкий. А на тот момент еще ни одного не было массового концерта у Высоцкого, ни одного в стране. Ну, где-то выступал, может быть, по каким-то аудиториям. Это было очень-очень так неформально и скромно. И тут вот он приехал сюда. И выступал он и в Дзержинке в нынешней. Это уже тоже порядка 600 человек, это уже очень большое количество. И когда организаторы поглядели, как это хорошо получается, то уже они его решили в ноябре пригласить. И так, чтобы всем хватило места. Это был дворец спорта. И когда, вот тоже вот рассказывают, Высоцкий приехал, и когда он попал на репетицию в этот дворец, а там, да, около 3000 человек, это просто его совершенно потрясло, он был в шоке. Он был и воодушевлен и поражен, и он в какой-то степени, наверное, взволнован и испуган. Это было вообще, конечно, огромное у него впечатление, огромное. Поэтому наш город, причем, опять же, с разрешения областного комитета партии, и Владимира Орлова лично они дали разрешение на это выступление. И был полный аншлаг, то есть это вот ощущение той молодежи, вот творческой интеллигенции, они были совершенно потрясающие на то время. Вот хочется еще поговорить, наверное, о многопрофильности этого явления и вообще этого клуба, да, молодежного, потому что, ну, если сейчас какая-то молодежь объединяется в какие-то структуры или, может быть, в какие-то компании, да, они больше направлены, ну, на что-то одно. Эти музыканты, эти, там, архитекторы, эти, там, танцоры и так далее. Здесь получается достаточно широкий профиль деятельности и большой спектр того, какими они занимались людьми, я не знаю, в каких направлениях они работали, в том числе и архитектура, и музыкальная, и классическая музыка, хотя это бывает большая редкость, да. Это сложно. С одной стороны, и Высоцкий, здесь и Джаз, а тут еще и Кабалевский, то есть это же и образование соответствующее должно быть, и интересы и так далее. Не было образования. Ну, по идее, да, вот так вот. Да, по идее не было. Как так получилось, или это в том числе, вот, как бы, и эту мысль мы относим к тому, что это Куйбышевский феномен. Это все-таки действительно уникальное явление, но тем более мы понимаем, что это не были профессиональные художники, это не были профессиональные музыканты, этого не было. Это действительно политех и аэрокус, в общем-то. Ну, и педоинститут еще частично. Вот, как у них это получалось? Ну, физики, лирики. Это, наверное, вот как раз 60-е годы феномен именно тех времен 60-х годов. Как вы думаете, вот в современных реалиях вы работаете тоже с молодежью много, а в современной реалии такое возможно? Вот сейчас можно хотя бы приблизиться к чему-то подобному? Или уже так мир поменялся, что вот такого молодежного объединения трудно себе представить? Ну, хотелось бы, на самом деле. Хотелось бы и, может быть, даже в определенной степени призвать наших ребят, у кого есть желание, кто чувствует в себе силу. Потому что это же большая работа, помимо того, что это интересно. Но это большой труд действительно, организационный, большой. Если кто чувствует в себе силы, конечно, было бы здорово, если бы новый такой ГМК, так скажем, в 63 по номеру региона появился, объединился. И, мне кажется, получил бы огромную помощь и поддержку, потому что это здорово, было бы интересно. Это намек нашим молодым телезрителям. Да, это наши молодежь. Создавайте объединение, приходите в Департамент культуры, они вам помогут, поддержат, скажут, как дальше поступать. Игорь Борисович, хочется поговорить о настоящем времени и о том, что 55 лет с года основания этого самого ГМК, и мы будем как-то праздновать, правильно я понимаю? Да. Как мы будем праздновать, что у нас планируется, когда, потому что те люди, которые, допустим, сейчас даже заинтересуются этим движением, захотят поподробнее узнать, наверное, будет интерес к этим событиям, которые планируются. Я согласна. Ну, если говорить, опять же, об истории, вот вы задали вопрос, почему раньше не знали, почему не слышали, да? Вот в этом году такую большую поддержку этот проект и движение получил от Общественной палаты Самарской области. И Виктор Александрович Сойфер как раз вот обратился к главе города с тем, чтобы поддержать вот эти начинания, вспомнить, отметить интересно, достойно. Олег Борисович горячо очень откликнулся и поддержал эту идею. И мы вот сейчас вместе, такой план мероприятия, который въявляет, ну, это, может быть, немножко формально звучит, но, тем не менее, цепь событий, которые пройдут в 2017 году. Ну, совсем скоро, в конце июня, ну, предположительно, 27 числа, в День молодежи, мы откроем мемориальную доску на здании, где размещался молодежный клуб, это Молодогвардейская 59, там, где располагался издательский полиграфический техникум, на втором этаже клуб занимал шесть комнат и зал, там все и происходило, там ночами, днями все бурлило и кипело. Да, это вот буквально будет 27 июня. Работу выполнил скульптурную Иван Иванович Мельников, наш председатель Союза художников, заслуженный художник России, она действительно хороша, красиво символизирует юность, эта доска. Дальше, какие у нас события, опять же. Вот, если кто-то видел, я думаю, видели многие те выставочные конструкции, которые у нас находились на площади Куйбышева в одном из скверов, они сейчас находятся, ну, в связи с ремонтом площади Куйбышева, на площади Славы. Там мы планируем в июле месяце разместить уже экспозицию ГМК-62 и Высоцкий. Как это было? Как вот уникальные совершенно фотографии, архивные, воспоминания, воспоминания современников, воспоминания того же Высоцкого, его ксерокопии писем, как он писал об этом концерте. То есть вот это все будет в июле месяце. Ну, это будет, соответственно, в доступе для горожан, да? Конечно, то есть будет представлена очень широко вся экспозиция. И уже в августе месяце мы хотим открыть там уже на этих же конструкциях, поменять одну на другую выставку. Выставка именно об истории ГМК-62, в которой будет обо всем. Об организаторах, о ее главных, о главных событиях, вот о которых мы сегодня с вами говорим. Да, все вот эти вот уникальные совершенно вещи. О людях, о гостях, которые приезжали. У них так все легко было. Приехал Роберт Рождественский, пригласили, приехал. Ничего им это как-то вот как будто бы и не стоило. Все, чего они хотели, они добивались, у них все получалось. Ну вот, поэтому такая выставка, она будет проходить вот в августе-сентябре, посвященная именно вот людям и событиям, фактам ГМК-62. Евгений Борисович, ну несмотря на то, что многие люди есть, которых уже нет с нами сейчас, которые ушли из жизни, но есть и те, кто еще остались, кто еще был как раз основателями, кто все это у каши заваривал и так далее. Вот как они вот сейчас, как они настроены, что они вообще говорят, что они думают, потому что, понятно, то их была там молодость такая самая, вот такие сочные годы и так далее. Сейчас они уже такие матерые у нас, уважаемые. Взрослые. Взрослые и так далее. Готовы ли они сейчас к каким-то экспериментам или что-нибудь сотворить? На самом деле очень молодые, веселые. Ведь они молоды душой. Они совершенно молодые, молодые, веселые, азартные. Они с удовольствием подключились к работе. Это наши советники, так скажем, во всех делах. Причем с юмором, с огоньком. Это совершенно замечательные люди. Молодые. Вот, Марьян, молодые они. И я думаю, что обязательно в каких-то последующих передачах вы с ними познакомитесь. Пригласим, конечно, с удовольствием. Это просто вот одно удовольствие общаться. Море остроумия. Я не знаю, но это веселье, это не то, наверное, слово, но энергии. Такой вот молодой, интеллектуальной, ну, совершенно замечательные люди. Кого-то планируется ли, может быть, привести интересного тоже, ну, не Высоцкого, конечно, то есть, может быть, не такого уровня, как Владимир Семенович, но тем не менее. Есть ли в планах какой-то, может быть, концерт, на котором и Игорь Ващинин, может быть, выступит, и каких-то своих ребят пригласит? На самом деле, я же еще не все, что сказала-то. На самом деле, в сентябре еще перед Днем города пройдет у нас в филармонии творческий вечер, концерт, собрание, я уж не знаю, как это назвать, торжественное что-то, именно посвященное юбилею. И идей уже много кого пригласить. Это может быть действительно и автор-исполнитель своей песни, да, но уже, может быть, не тех времен, немножечко помоложе. Это могут быть и режиссеры, которые снимали о 60-х, да, вот это там в том числе может быть и Валерий Тодоровский. Мы сейчас вот как раз и думаем вместе опять же с ними. Они предлагают, а мы вот как бы отрабатываем и смотрим, кто может, кто у кого получается. То есть идей очень много. Конечно, и джазовый исполнитель, кто-то, может быть, из Лонстрома, из оркестра, который тоже дружил с ГНК-62. В общем, идей много. Я думаю, что это будет совершенно неформальный, интересный, опять же говорю, молодежный, стильный и модный такой вот вечер в филармонии. Могут они научить современную нынешнюю молодежь, как, может быть, силы свои расходовать, как правильно время свое... Марьяна, я думаю, что это вот мы у них спросим. Я думаю, что... Они готовы? Они могут. Но наверняка скажут, да у каждого свой путь, у каждого свой путь. Зачем учить? И нас никто не учил. Мы проходили все своим, на своем опыте всему учились. Поэтому мы их еще с вами спросим. Пять минут у нас до конца. Не могу не спросить о том, что вот буквально накануне нашей встречи открылась выставка в Самаре космической, новая. То есть что у нас еще по теме космоса сейчас происходит? Потому что это вот только что вот-вот произошло. Ну да, действительно. Вот сегодня у нас буквально год остается до чемпионата мира по футболу. Он открывается 14 июня 2017 года в России. И нельзя пройти мимо такого события. Все мы видим, как ведутся ремонтные работы, как строятся и ремонтируются дороги, пространство общественное. Но и мы тоже готовимся. Потому что тема интересная, уникальная. К нам приедут большое количество гостей, туристов со всего мира, с Европы. И нам надо рассказать, что же такое Самара, что такое для Самары футбол. И Самара и космос – это тоже вот наши бренды, это тоже понятно. И буквально вот 14 числа вчера открылась в Самаре космическая выставка «Крылья будущего». Это действительно такая интерактивная, современная выставка с использованием новых технологий. Рассказывает, ну, несколько вот таких тематических блоков. Это история клуба «Крылья советов». Ну, потому что как мы без этого, да? Конечно. Это история футбола в мире, история чемпионатов мира. Когда, где проводились, в каких странах. Это показ стадионов вообще. Какие у нас стадионы чемпионата мира вообще бывали и какие есть. И вот мы на этом панно, когда смотрели, буквально понимаем, что наш лучший. Наш самый лучший, наш самый красивый стадион. Самара-арена. А может быть, потом он будет космос-арена. Это, опять же говорю, символично с нашим музеем перекликается. Это новые технологии с дополненной реальностью. То есть, когда наводишь гаджет на ворота, да, а там появляется еще, он бегает, футболист. У тебя уже изображение. Когда ты наводишь на маркеры тоже гаджет свой, либо там то, что предоставляет музей, и появляется проекция стадиона. 3D-проекция, ты можешь посмотреть, там, походить, как это будет. Это все еще будет, конечно, развиваться, потому что, ну, фактически старт дан этой выставки. Ей еще, конечно, наполняться, развиваться, ну, вот как-то еще дорабатываться, может быть. Потому что появится еще фотобудка, появятся интересные постеры. Ну, уже сейчас есть стена, так скажем, памятных надписей от футболистов. Вчера Валериан Панфилов, ветеран Крыльев-Советов I такую надпись оставил в музее. Так же, как делают космонавты перед полетом, да, тоже это вот как бы такая традиция символическая. Интересная, хорошая выставка, которую тоже интересно посетить, но которая будет еще и дорабатываться. Дорабатываться, наверное, с учетом мнения горожан, которые будут приходить и высказывать свое мнение. Ну, и буквально тоже на днях на форуме Иволга будет открыта другая выставка. Это передвижная уже выставка. Это большой шатер, который по форме напоминает стадион, опять же, Самара-Арена. И внутри, да, там будет современное и мультимедийное оборудование. Ну, фактически это будет представлено как демонстрация фильма об истории города. Причем это очень качественный контент и интересное изложение. Полминуты до конца он в город вернется с Иволги. Он вернется с Иволги. Где будет стоять? Сначала Иволга, потом Грушинский и потом город. Вторая очередь, набережная, бассейн ЦСК ВВС. Все желающие. Всех желающих. До зимы, очевидно. До зимы будет стоять шатер. Прощаюсь со зрителем до следующей пятницы. Приведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Продолжение следует...